Теперь я вам расскажу достаточно неожиданную историю. Историю, которая четко характеризует конченность современного мира, причем той его части, которая до сих пор по ошибке называется цивилизованного. Цивилизованного мира. Конченность цивилизованного мира и эта история связана с Украиной. Как бы там ни было, она связана с Украиной. Смотрите, есть такой французский модный дом Болентьяга. Этот дом известен с начала 20 века, если не ошибаюсь. И в 21 веке каждый просто пережил рассвет. И каждый человек, так или иначе считающий себя модником или связанный с модой, должен иметь у себя хоть пару аксессуаров этого дома. Это Болентьяга. Болентьяга в 2022 году выпускает одежду, которая связана с Украиной, мол, в поддержку Украины. Вот, бренд Болентьяга создал свитшот в поддержку Украины. На этом свитшоте даже есть QR-код. Он стоит в 200 евро и так далее. Если заходишь в магазины Болентьяга, ну, в всяком случае, я по ошибке зашел, где-то пару месяцев назад. Там играл Океан Эльзы. Свитшот, в общем-то, такой, знаете, ну, простой. Слава Украине написано. Трезубец, флаг на все. И, ну, короче, трезубец, по-моему, еще один. Что-то такое. Даже иногда встречал, гуляют по европейским городам, смотрю, вроде не наш. А потом понял, это не просто покупают Болентьягу. Ну, и кто создал этот супер свитшот? Его создал некий грузин, являющийся креативным директором Болентьяга, Демна Гвасалия. И он получил за этот свитшот орден от Зеленского. Я не шучу. Этот грузин Гвасалия на самом деле получил орден от Зеленского за свитшот. Ну, чтобы проверить это, можно пройти на сайт администрации президента, и увидеть там указ на награждение. Гвасалии Демны, дизайнера, креативного директора дома моды Болентьяга, амбассадора Юнайтед 24. Что такое Юнайтед 24? Это сбор денег, организованный Зеленским и Федоровым. И мы считаем, что деньги эти на 99,9% просто разворовываются, а 0,1% выделяется опять-таки на рекламу. Демна продолжал во всем поддерживать политику Зеленского, стал амбассадором этого Юнайтед 24, везде баражировал в одежде, которая четко ассоциируется с Украиной. И Федоров, министр трансформации, опять-таки известный вор, я надеюсь, которого потом прихлопнут за воровство, имею в виду законными, конечно, методами, да. Он даже отправился в этом свитшоте Болентьяга в Соединенные Штаты, и, короче, везде он ездит в этом свитшоте Болентьяга с трезубцами, да со славой Украине. А потом происходит скандал. Происходит жуткий скандал, и огромное количество родителей начинают в соцсетях писать Болентьяге, что вы творите. А что же они натворили? Они устроили фотосессию, рекламную фотосессию, с детьми, с намеками на секс с этими детьми. И вот уже британская пресса об этом сообщает, разъяренные родители раскритиковали Болентьяга за отвратительную рекламную кампанию, в которой дети держат в руках сумки с плюшевыми мишками, одетыми в бандаж. Что имеется в виду? Эти фотографии остались в сети, Болентьяга их потерла у себя после того, как разразился колоссальный скандал. Вот одна из таких фотографий, стоит девочка, держит что-то типа мишки в руках. Если вы обратили внимание, вы, конечно же, не можете на это не обратить внимание, мишка выглядит немножко странно. Мишка это и есть сумка, да? И держит эту сумку ребенок. Этот мишка одет в... На него надеты аксессуары, которые свойственны БДСМ. БДСМ это форма, ну я не знаю сейчас, наверное, сексуального выражения, раньше это называлось сексуальным извращением. То есть это подавление, ошейники, всевозможные там стягивающие браслеты. Вот стоит вторая девочка, причем что справа от нее тоже сидит в очень странном каком-то бандаже какое-то животное. У нее в руках тоже что-то типа мишки, в странных стрингах. На что мы обратим внимание? Медведь носит навесной замок на шее, какие-то сетка, шлейка, всевозможные ремни. Это снаряжение для хардкорного секса, БДСМ. Вот, это все вращается вокруг боли, подчинение, унижение. Следующая фотография модного бренда. Девочка лежит на кровати. Здесь есть ряд также странностей, на которые обратили внимание сотни тысяч людей. А именно, мы видим поводок, самой собаки мы не видим, мы видим свечи, которые воткнуты в банки из-под пива, мы видим бокалы от пива, от вина и так далее, мы видим что-то наподобие пепельницы что ли. А что это делает в детской комнате? Конечно же возникает вопрос, а что эти все вещи делают в комнате ребенка? который лежит на кровати. Далее мы присматриваемся к собаке и замечаем в ней некий намек на педобира. Это такой мемный персонаж, медведь-педофил. Выглядит он вот так вот. Давайте сравним. Ну окей. Окей. Кто-то может сказать, смотри, это уже перебор. По-моему что-то может просто показалось. Может и показалось. Только пользователи увидели в этом же сториз с этими детьми. И вот эту вот странную фотографию. Мужик сидит. На руке ключ. Ключ от чего-то. Странная фотография. Следующая. Стоит мальчик в комнате. Справа от него на полу сидит это же очень и очень странное существо. Странно выглядящее существо. Фишка в том, что эти сумки уже использовались в показах и они напрямую связывались с насилием. То есть модели выглядели вот так. Сумка. Насилие. Мальчик. При этом стул в комнате мальчика обвязан предупредительной лентой, которой обычно помечают места преступления полиция. То есть намек на то, что в этой комнате произошло какое-то насилие. Ну а если мы смотрим на стены, то мы просто прозреваем. И любой психолог, я уверен, прозрел бы от этих рисунков. Здесь опять видим нечто с ключами в руках. Здесь без пояснений. И на дальней стене мы замечаем нарисованного в черной комнате дьявола. Кого Боленциага выбрала фотографом для этой фотосессии. Это некто Габриэль Голимберти, известный тем, что летом 22 года внезапно он ретвитнул материал про то, что не запрещается оружие в Соединенных Штатах. При этом у него написано следующее. Почему детское порно запрещается, но не запрещается оружие. Еще одно совпадение, правда? Давайте перейдем к следующим совпадениям. С той же серии лежит сумка. Рекламируется Боленциага на столе. Просто стол. Он просто завален какими-то важными документами. Это уже не детская сумка. Завален документами стол. Но, когда присмотрелись пользователи, они поняли, что эти документы не очень-то и простые. Потому что рядом, прямо под сумкой, лежит вот это вот. А это суд, Верховный суд. Некто Эшк Рофт против коалиции за свободу слова. Фишка в том, что Верховный суд тогда постановил, что запрет на виртуальную детскую порнографию нарушает свободу слова. Поэтому был отменен. Это победное решение для педофилов. Потому что Верховный суд тогда отменил. Что этот документ делает под сумкой Боленциага на рекламных фотографиях очередной коллекции Боленциаги. Смотрим дальше. Следующее совпадение. Здесь стоит модель и опять-таки эта сумка. Люди присмотрелись к документу, который лежит вот здесь, между этими папками. И оказалось, что это отчет о пропавших детях. Тоже совпадение наверняка. Ну, далее очень известная известная модель сидит в офисе. Она деловая женщина, ноги на столе. И очень внимательные только зрители обратили внимание на книгу, которая лежит опять-таки в отдалении. Вот, давайте ее рассмотрим. Михаэль Борреманс. Михаэль Борреманс прославился тем, что... Это художник. У него работы с голыми детьми. Но не просто с голыми, маленькими детьми. А с голыми детьми, которые занимаются каннибализмом. С голыми детьми, которые являются жертвами насилия. Они в крови. Совсем маленькие, младенцы в крови. И давайте я зачитаю. Просто показывать это дерьмо. Я не хочу. В наиболее очевидных терминах огонь от солнца изображают детей в возрасте двух или трех лет на разных стадиях игры с огнем и тем, что кажется человеческими конечностями, даже волосами. Все дети светлокожие херувимы сексинского типа, иногда покрытые кровью. На некоторых картинах дети находятся в процессе исчезновения. Фантомные тела не совсем удалены от своих ужасных действий. Важно отметить, что Борреманс решил изобразить детей слишком маленьких, чтобы иметь четкие воспоминания. В каком-то вымышленном будущем они могут быть ненадежными носителями этой формирующейся истории происхождения или травмы. В то время как огонь и вероятно каннибализм подразумевает какой-то ритуал, работы наиболее пугающие, как наброски случайного насилия, причинного и инстинктивного. Изображенные персонажи разрываются с одним типом ангельским, в то время как подгоняются другим демоническим. если вы хотите сказать, что книга с работами этого дебильного художника вдруг оказалась здесь тоже случайно, так я с вами не соглашусь. Столько случайностей не бывает. Мы четко видим. Даже я бы не сказал, что это пропаганда педофилии. Это привет своим. То есть есть однозначно предположения и некоторые утверждения о том, что существует педофильское лобби. Оно существует в верхах того общества, которое мы считаем цивилизованным сообществом западного мира. И здесь Балентияга как бы посылает привет. Привет. Множество, огромное количество намеков, огромное количество отсылов, сексуализация детей чистое, без примесей. Все это кажется слишком явным для того, чтобы никто не понес за это ответственность. Да, многие селебрити после этого разорвали контракты с Балентиягой. Некоторые из людей, которых там смотрят и читают миллионы, буквально обвинили Балентиягу в пропаганде педофилии и разорвали с ними также контракты. А вот большой друг Украины, награжденный орденом, отреагировал через две недели. Он принес абсолютно невнятные извинения и сохранил свой пост во главе модного дома, после того, как спустя две недели наконец извинился за скандальную фотосессию, где дети позировали в рекламе сумочек с БДСМ аксессуарами. Смотрите, можно долго рассуждать над тем, что следовало бы сделать с ублюдками, которые продвигают таким образом свои идеи, находясь у руля торгового дома Болинсиага. Можно долго рассуждать, что следовало бы сделать с магазинами, которые продолжают работать. Да, в них стало меньше покупателей, да и то, знаете, тех, кто интересуется новостями. А знаете, просто идущий мимо человеком, он говорит, о, Болинсиага, зайду. Можно долго об этом рассуждать, можно долго рассуждать над адекватностью тех людей, которые продолжают покупать вещи в Болинсиаге, к примеру, сейчас, после вот этого вот всего. А можно не рассуждать. Мне кажется, каждый может сделать выводы самостоятельно. Но то, что что-то большое, темное, существует, это большое и темное, организованное, и это большое и темное, давным-давно лоббируют вещи в отношении ваших детей в том числе. В этом у меня сомнений нету.